Здарова, народ! Как большинство знает, в МК-1 стала доступна Камелеона в качестве камео-бойца. Прошло несколько дней, все кто хотел её уже пощупали, а проигроки даже показали, на что персонаж по-настоящему способен. Знаете, сначала, когда её показали на Комбаткасте, казалось, что это чушь какая-то. А на релизе это, блин, машина! Один из сильнейших камео в игре, возможно, самый сильный. Сейчас всё обсудим и посмотрим, а для начала напомню вам о торговой площадке Kiss4Gamers. Ведь именно сюда в наше время приходят геймеры, чтобы покупать игры и подписки для консолей, потому что на сайте есть почти всё. Вечные хиты, свежие релизы и даже предзаказы. А для ПК-бояр имеется любой софт — VPN, антивирусы и, конечно, Windows. Здесь же можно купить внутриигровую валюту или просто пополнить свой цифровой кошелёк, например, в Steam. Также имеются карты пополнения для iTunes, Google Play, Amazon и множество других сервисов. А платить покупки можно с помощью банковской карты, в том числе платёжной системы МИР или, например, с Киви кошелька. Ну а по моему промокоду КУЛЬТ вы получите дополнительную скидку 10%. Ссылка и промокод в описании. Давайте сначала быстро-быстренько пробежимся по её способностям. Я понимаю, что большинство их и так знает, но вот чтобы было прям для всех. У Камелеоны четыре вариации. В базовой у неё только один спецприём — разбитое зеркало. Она накладывает определённый эффект на основного персонажа, благодаря которому следующий удар по вашему бойцу нанесёт в два раза меньше урона, неважно в блок или в хит. Это эмбуш-спецприём, то есть Камелеона сама его там кастует довольно долго, но основной персонаж не уходит в стан. Главное, чтобы он находился рядом с Камелеоной, иначе эффект просто не наложится. Дальше интереснее. Вариация Мелины даёт возможность использовать воздушные проджектайлы и роу, который подбрасывает противника. Имитируя Китану, Камелеона способна бросать веер и подкидывать основного бойца в воздух. А в вариации Джейд даёт теневую ауру против снарядов и запускает разоранг. Вариации девушек ниндзя меняются сами по себе раз в 7 секунд, но также можно переключать их самим, если удерживать кнопку камео после выполнения спецприёма. Например, выпустили Джейд, она бросила свой разоранг, а мы продолжаем удерживать кнопку, и Камелеона сменит цвет на синий, соответственно станут доступны спецприёмы Китаны. Также вариация меняется через разбитое зеркало. Единственное, что не контролируется — это то, в какой вариации Камелеона начнёт поединок. Это рандом. Но цикл переключения вариаций всегда один и тот же. Из Меллины в Джейд, из Джейд в Китану и так по кругу. Теперь давайте подробнее про спецприёмы и начнём с Китаны. Подхватывающий вихрь — очень эффектный спецприём, позволяющий делать двойной прыжок, сокращать дистанцию, пресить и даже увеличивать урон для определённых персонажей. Если у противника не очень с реакцией, то он ещё позволит улететь после какого-нибудь ансейва. Этот спецприём прерывает любой удар и бросок. Смотрите на примере Смоука. Он может выйти на комбо, например, с телепорта без усиления. Потому что в его случае Китана делает то, что и делает метр усиления — подкидывает бойца и позволяет начать комбить в воздухе. Она же позволяет Смоуку комбить после броска, как это делает Лю Кэн с Кунлау в камео, например. И вместо 11% забрать 25. Это только на примере одного персонажа. Я думаю, вскоре найдут массу тайных техник и для других. Ещё, кстати, есть баг со Смоуком. Этот спецприём Камелеоны может сделать персонажа невидимым, если вовремя прервать его серию в углу. Смоук будет оставаться в инвизе, пока не используют какой-то удар с исчезновением. Надеюсь, это исправят быстрее, чем со следующим патчем. Дальше веер Китаны. Камелеона наносит два удара — сначала средний перед собой, а потом сам бросок веера. Если попадут оба удара, то можно выйти на комбо. Наказать это нельзя — там всего минус 6 кадров на блоке. На броне влететь тоже, потому что Камелеона наносит два удара подряд. Давайте закрепим немного, да? То есть это безопасный на блоке спецприём, выводящий на комбо при попадании в хит. Офигенно придумали. Джейд, моя красавица, скучаю по тебе. Но с теневой аурой, думаю, всё понятно — это антизон инкопция, тоже эмбуш, то есть её можно использовать прямо во время комбо, например. Разоранг наносит два средних удара и работает примерно как серпы Сарины. Но если у неё это высокие снаряды, под которыми можно присесть, то под разорангом Камелеоны ты не присядешь. При этом разоранг можно использовать плюс-минус так же как серпы, чтобы продлить комбо и нанести больше урона. Единственное, что если Камелеона или основной персонаж получит урон, то разоранг исчезнет и не вернётся обратно, то есть не нанесёт второй удар. Но однажды все запомнят, что первый удар разорангом имеет плюс 7 кадров на блоке, и лезть туда со своей тычкой уж точно не стоит. Плюс разоранг можно запустить вверх, но удар всё равно будет средним. Самое вкусное у нас происходит с Мелиной, я даже не знаю с чего начать. Но давайте с воздушных саев. Знакомая фишка, также умеет делать Соня Блейд, но есть одно но. Спецприём Мелины восстанавливается гораздо быстрее, чем у Сони, а при определённых условиях можно даже успеть трижды использовать камео. Но самое страшное это ролл Мелины, который выполняет Камелеона. 18 кадровый оверхед с выходом на комбо, на который ты никогда не успеешь среагировать, максимум угадать. То есть теперь все персонажи ростра имеют полноценный миксап с выходом на комбо, и все вот эти тирлисты, бойцов, рейтинги и так далее вообще не имеют смысла. Потому что наличие одной Камелеоны может кардинально изменить основного бойца. Тот же Сабзиро, которого все считают чуть ли не самым слабым бойцом, в паре с Камелеоной становится значительно сильнее. Может также выходить на комбо как с Сони, через воздушные снаряды, может миксовать лоу и оверхед. То есть с его удара назад три, у него теперь есть одновременно два выхода на комбо, через Саи или через ролл. Это только один пример, который пришел в голову вот прямо сейчас. Че там будут творить Ашра, Рейден, Герас, я вообще боюсь представить. А сколько там еще бойцов? При этом Камелеона, выполняя ролл, наносит три удара. На броне туда не влетишь, она ее пробьет. А если встать с роллом, основной персонаж еще получает кадр неуязвимости. Это блин очень сильно. Знаете, когда первые часы поиграл на стриме с Камелеоной, я вообще не понял, что происходит. Какой-то цирк на экране, но зато весело. А поиграв с ней буквально несколько часов еще, понимаешь, что это реально убийца. Она дает игроку все. Плюсы, зонинг, антизонинг, миксапы, увеличение урона от комбо, абьюз анимации и броска. Я вообще не понимаю, зачем теперь играть с другими камео, когда есть вот три в одном. Да какие три там, все семь в одном. Единственное, что нужно действительно привыкнуть к ее смене вариаций, потому что можно сколько угодно учить дамаговые комбо, но они просто не будут работать, если не действовать вот прям в моменте. Для примера, Смоук может дважды использовать в комбо веер китаны, но только при условии, что начнет выполнение сразу в тот момент, когда Камелеона примет эту вариацию. Секундой позже и придется продолжать комбо иначе, потому что Камелеона сменит вариацию. Вот это довольно тяжело учитывать опять же в моменте, поэтому надо прямо брать своего мейна, с ним Камелеону и сидеть часами в тренировке, рассматривая разные варианты сценария. Ну либо просто давать оверхед по кд. Кстати, Соник Фокс и Нинджа Килла уже сыграли и записали сет с Камелеонами, и просто глядя на него, понятно, что этот камео-боец привносит какой-то элемент хаоса. Прям куча моментов, когда видно, что у парней не в тему включается Аура Джейд, хотя явно не ее ждали, или Розаранг вылетает вместо оверхеда. Ну то есть ты комбишь-комбишь, рассчитываешь на определенный спецприем камео, секунду буквально проморгал, а оно уже сменило вариацию, и все, приходится плясать от того, что имеем. У меня вот недавно тоже был такой момент, я вроде бы хотел запустить Веер Китаны, а у меня получилась Аура Джейд, и я такой, да, да, именно это я и хотел, именно это я имел ввиду. Главное не подавать в виду, что все идет не по плану. Поэтому с Камелеоной прямо важно тренироваться, ее нужно чувствовать, постоянно чекать метр. Но тоже есть интересный момент, смотрите. Ну понятно, ролл Мелины, имба. Представим ситуацию, бьем противника, хотим дать ролл, не подрасчитали время, и Камелеона переключается на Джейд. Но мы от этого особо ничего не теряем, ведь вместо ролла вылетит разоранг, который позволит продолжить комбо и даже выйти на более внушительный урон. А если противник блокируют, и мы хотели вскрыть через миксап, то тоже ничего особо страшного, ведь разоранг плюсовый. Короче, мы в любом случае в выигрышной ситуации с Камелеоной. Но это еще не все касательно вариации Мелины. У Камелеоны в каждой вариации разные захваты. Если в случае Китаны там просто красивая анимация, а Джейд откидывает на фуллскрин, что хорошо для зонеров, то вот Мелина оставляет противника на ногах, как бы намекая на дальнейший прессинг. В общем, поначалу лично мной Камелеону воспринималось просто как-то фаново. Ну есть да есть, весело нажимать с ней кнопки. А когда смотришь на нее подробнее, реально понимаешь, какой это монстр. Просто машина. Причем одинаковая машина и в руках проигроков, и обычных. Лично я сейчас с большим интересом буду смотреть на игры, например, на Твиче. Просто чтобы наслаждаться этим цирком на экране. Потрясающее Камео. Что-то мне подсказывает, что ее будут резать, но до тех пор, на мой взгляд, это просто лучшая имбалансная камео для многих бойцов. Скоро еще посмотрим, че там аудитория она придумывает в паре с Камелеоной. Ребятки, спасибо за просмотр, если ролик понравился, поддержите лайком, буду очень признателен А также напоминаю, о господи, я сказал поддержите лайком Я вот, вы помните хоть один мой ролик, чтобы я там просил лайки или подписки? Господи, до чего жизнь дошла? Ладно, переживем, давайте заново Ребятки, спасибо за просмотр Если ролик понравился, поддержите лайком, буду очень признателен А также напоминаю про свой телеграм-канал, где у нас продаются игры для ПК и консолей Сотни отзывов подтвердят, что все делается быстро, безопасно и по адекватным ценам. Давайте к нам. Ну и залетайте ко мне на Twitch, где стримы проходят почти каждый день. Там я не играю в Mortal Kombat, в основном в DBD и всякие хорроры. И атмосфера там образовалась очень уютная. Поэтому жду вас, возможно прямо сейчас я там стримлю. Все, всем спасибо, ссылки в описании. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok